Друзья, приветствуем вас на канале Криптокоммонс и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. Широко обсуждаемое предложение Арбитрум наконец-то достигло консенсуса. OpenSea запускает новый и отточенный NFT-агрегатор с нулевыми комиссиями. Джастин Сан разъясняет планы по поводу продажи своей доли в бирже Хооби Глобал. Майкростратеджи с новой покупкой увеличивают свои общие накопления биткоина до 140 тысяч. И в завершении выпуска аналитика рынка от Кевина Свенсона. Оставайтесь с нами. Сообщество Арбитрум в своем первом управляющем голосовании наконец-то достигло консенсуса. Остается вопрос, будут ли проданы 700 миллионов токенов ARB. После протестов сообщества, вызванных явным беспорядком предложением по управлению Арбитрум AIP-1, организация, руководящая разработкой сети масштабирования второго уровня, заявила, что разделит его на несколько более мелких предложений. Поскольку в среду Арбитрум DAO достиг консенсуса в отношении AIP-1, фонд предлагает учитывать отзывы сообщества и продвигаться вперед с новыми AIP для решения важных проблемных областей. Но что будет с 700 миллионами токенов? Согласно последнему объявлению, фонд заявил, что не будет переводить какие-либо из оставшихся 700 миллионов токенов, которые хранятся в кошельке административного бюджета. Эти токены начнут использовать только после того, как DAO утвердит приемлемый бюджет и надежный график блокировки смарт-контрактов. В итоге Арбитрум принял решение о реорганизации управления. В то время как AIP-1.1 также предлагает четко определенные бюджетные принципы и категории, а также обязательные отчеты о прозрачности, AIP-1.2 предлагает внести поправки в основные руководящие документы DAO, снизив порог предложения с 5 миллионов до 1 миллиона токенов, чтобы сделать управление более доступным. Кроме того, он пересматривает и устав фонда таким образом, чтобы любые отсылки на AIP-1 не использовались. Вместо того, чтобы просить DAO голосовать за действия, которые уже были предприняты, AIP-1.2 предлагает использовать возможность DAO вносить изменения в эти первоначальные параметры для учета отзывов сообщества, далее говорится в официальном заявлении. В свете этой новости цена токена ARB в настоящее время держится на уровне 1.25 доллара, что составляет прирост на 0.2% за последний час по сравнению с падением 0.74% за последние сутки. Новое предложение OpenSea – это не что иное, как ребрендинг существующего продукта Jam V2. На фоне жесткой конкуренции со стороны Blur за первое место, гигант NFT OpenSea объявил о новой платформе-агрегаторе, которая может похвастаться нулевой комиссией в течение рекламного периода, расширенными типами ордеров, а также с самой глубокой ликвидностью и самой высокой скоростью. Торговая площадка, получившая название OpenSea Pro, ранее называлась Jam и была приобретена OpenSea в апреле прошлого года. Этот шаг является попыткой привлечь про-трейдеров, а также пользователям, в настоящий момент использующим площадку Blur. Согласно официальному объявлению, OpenSea Pro позволит пользователям извлечь выгоду из нового уровня вариативности, а также настройка управления для профессиональных коллекционеров. Компания заявила, что на «отполированной» торговой площадке будет представлен значительно улучшенный набор функций, которые позволят коллекционерам находить лучшие предложения и идеи на 170 торговых площадках. Коллекционеры также смогут воспользоваться сложными инструментами, отвечающими их потребностям в автоматизации. Мы создали OpenSea для обслуживания широкого круга пользователей, суперфанатов, заядлых коллекционеров и криптонубов. OpenSea Pro, с другой стороны, существует в первую очередь для обслуживания общества опытных пользователей, которые представляют собой важную часть сегодняшней экосистемы. Но Blur – все еще угроза. OpenSea купалась в лучах лидирующего маркетплейса для авторов и покупателей с бума 2021 года. Но появление нового конкурента Blur бросило вызов доминированию OpenSea, а также вынудило компанию внедрять новые функции, чтобы сохранить свое историческое превосходство. И хоть для маркетплейса это является серьезными сложностями, как мы знаем, для обычного пользователя конкуренция – это всегда замечательно. На фоне многочисленных разговоров о том, что Джастин Сан изучает варианты продажи доли в криптобирже Hobby Global, он сам дал пояснение в эту среду. По имеющимся данным, он связался с потенциальными покупателями, предлагая купить им свою долю в бирже. При этом сам Джастин Сан уточняет, что руководство биржи не намерено менять своего владельца. Когда на прошлой неделе появились данные о планах Hobby продать свою долю, Джастин Сан сказал, что биржа не ищет покупателей для вхождения в ее долю. В соответствии с данным комментарием, его последнее заявление выглядит так. Биржа Hobby Global уже более 10 лет пользуется доверием в индустрии криптовалют, предоставляя безопасную, надежную и соответствующую требованиям платформу для торговли цифровыми активами. Мы заверяем наших пользователей, что Hobby Global не собирается менять своего владельца. А тем временем, по последней информации, становится видно, что Binance отказалась от предложения выкупить долю Джастина Сана в Hobby, что резко противоречит тому, что Джастин Сан говорит о продаже своей доли. Напомним, что ранее этим мартом Комиссия по ценам бумагам и биржам США выдвинула многочисленные обвинения против Джастина Сана в связи с незарегистрированными предложениями и продажей токенов Tron TRX и BitTorrent BTT. Бизнес-аналитический гигант MicroStrategy, компания, основанная Майклом Селером и являющаяся крупнейшим корпоративным держателем биткоина, совершила еще одну заметную покупку на 29,3 миллиона долларов. В итоге эта покупка помогла компании обеспечить свое общее накопление биткоина до огромной цифры в 140 тысяч. После нескольких месяцев относительного затишья, когда цена криптовалюты колебалась ниже 20 тысяч долларов, срегистрированная на Nasdaq фирма начала накапливать биткоины в марте, купив еще одну партию из 6500 биткоинов. Более того, компания погасила кредит в размере 205 миллионов долларов, который она взяла годом ранее у переживающего сейчас трудности банка Silvergate. MicroStrategy приобрела дополнительно 1045 биткоинов примерно за 29,3 миллиона долларов, по средней цене 28 016 долларов за биткоин. И по состоянию на 4 апреля 2023 года MicroStrategy владеет 140 тысяч биткоинами, приобретенными примерно на 4,7 миллиарда долларов по средней цене 29 803 доллара за биткоин, сообщил в своем твиттере Майкл Сейлор 5 апреля. Напомним, что позиция компании была глубоко под водой, пока стоимость актива биткоина несколько месяцев назад была ниже 20 тысяч долларов. Однако сейчас MicroStrategy достигла безубыточности. Здесь можно лишь добавить, что у мастодонта криптоиндустрии Майкла Сейлора действительно стальные нервы. Надеюсь, что такие ребята, как он, в этом цикле биткоин отправят действительно на ранее невиданные высоты. И завершает наш выпуск очень интересная аналитика по рынку биткоина и эфиру от Кевина Свенсона. Менее чем за 2 минуты Кевин расскажет о ситуации для двух крупнейших криптоактивов в биткоине и эфире, а также об их наиболее вероятных целях. Давайте послушаем. И кое-что еще о биткоине, на что надо обратить внимание. Это цели по уровням Фибоначчи. Это очень интересная ситуация, так как здесь они соответствуют с тем, что мы видим для эфира. Если мы посмотрим на график эфира, то мы начинаем наблюдать восходящие верха и восходящие низы. Похоже, что здесь вероятно у эфира образуется прорыв вверх. При этом впереди мы также видим значительное сопротивление. Но главное, что биткоин на самом деле уже достиг уровень 1.272 в виде новой поддержки. А эфиру еще предстоит получить подтверждение этого уровня 1.272 в виде поддержки, хоть он его и преодолел и теперь движется к уровню 1.618, что соответствует 1980 долларам. Это верхняя цель. Складывается интересная ситуация. Биткоин впереди, но эфир опережает его в этом краткосрочном пробое. То есть эфир впереди в краткосроке, но биткоин впереди в игре. И складывается удивительная картина, глядя на эти уровни Фибоначчи, связанная с тем, что следующая цель, следующий уровень Фибоначчи находится на уровне 2.618, то есть 34 500. Так что если биткоин сможет вырваться по этой сетке, то мы будем ждать что-то около 34 500 до возможной коррекции. Вот такие цели мы получаем, если делаем анализ с помощью Фибоначчи. Но если мы провалимся ниже уровня поддержки, нам нужно будет удержать 25 300. Это зона предыдущего верха. И сделав это, мы все еще сможем обеспечивать это параболическое движение вверх. Поэтому пока у нас все это получается, даже если мы провалимся ниже, удерживая этот уровень, этот параболический тренд, у нас все хорошо. Но вот если биткоин не сможет удержать уровень 25 300, или же не сможет удержать этот параболический тренд, вот тогда я начну волноваться, а ситуация начнет выглядеть слабой. Поблагодарим Кевина за прекрасную аналитику, а также за умение кратко и понятно объяснить ситуацию. На этом мы прощаемся с вами, желаем вам отличного трейдинга и до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok